Всем привет, друзья! Сейчас буду докладывать чуть-чуть инкубатор. Я не хотел докладывать. Это яйцо не от моих кур. Это меня попросила соседка, которая мне дает сыворотку. Ну, я говорю, какая разница, гусиное яйцо лежит, оно будет выводиться позже. Ну, плюс-минус день-два, никакой роли не сыграет. У меня сейчас температура стоит общая 37,8. Вот показываются два датчика. Это установленное на нижнем датчике 36,5, поднимается до 37 примерно. А здесь 37,8. Если бы яйцо было полный инкубатор, то снизу бы яйцо прогрелось, и, ну, когда там зародыш появляется, то здесь бы чуть-чуть температура выше держалась. Сейчас я просто вот так, ну, подкладу сюда сверху, а когда начнется вывод, просто яйца опускаю в обычный ящик вниз, и все нормально. Вот, когда температура поднимается, ТЭН просто уменьшается мощность, и если прям чуть-чуть перегревается, то ТЭН может выключиться. Сейчас уже, какой, сегодня третий день уже, да, инкубации. Дать влажность в инкубаторе держится на уровне 50%. Поворот раз в два часа. Охлаждение через день на 10-15 минут. Ну, в общем, я не помню, сколько минут оно охлаждает, но охлаждает через день. Так что, вот так. Здесь у меня лежит сейчас и утиное яйцо, и гусиное яйцо. Так что, вот так. Вот там сверху водичка. Она еще не закончилась. Как бы хватит еще на пару дней. То есть воды в инкубаторе хватает дней на 5. Вот так выглядит поворот. Все работает чутенько, хорошо. Первый датчик температуры вот. Второй датчик температуры прям там снизу где-то. Где-то там снизу висит. Короче, и вот там где-то. Вот так. Влажность, датчик влажности висит вот. Так что, вот такие вот дела. Я сейчас яйцо закладу сюда. И на этом все. Авоскопировать я буду на четвертые сутки. Завтра пойдут третьи. Нет, сегодня уже пошли третьи. Но так как я хочу это вам показать, то буду обоскопировать на четвертые сутки. Будет отчетливо видно зародышей. Кстати, вот это яйцо, что мне сейчас дали, с этого яйца от этой соседки у меня вывелась пушинка. Точнее, даже не вывелась, а она мне дала уже цыпленка пушинку. То есть она сказала, хочешь, у меня есть красивый пушистый цыпленок, я тебе его отдам. Ну и вот так, таким образом у меня жила такая красивая курочка, которую я больше нигде ни у кого не видел. Ну, как-то так. Ой, я не знаю. Я хотел сначала намечать яйцо, ну как бы вот такие какие-то насечки рисовать, но потом подумал, я же все-таки их закладу вот сюда отдельно в лоток и потом они будут выводиться на два дня позже. Какой смысл на них хоть что-то рисовать, так как своего яйца я не добавляю. Так что, ничего отмечать не буду. Это, кстати, тоже яйцо немытое. Ну, вот так, раз. Хочется, чтобы все вместилось ровненько и все дела не влазят, не влазят. Вот так. Вот так. Можно чуточку лоток развернуть, чтобы подлезть удобней. А можно вообще воду... Можно воду достать сейчас. Ну, раз достал, можно будет удалить, чтобы вдруг не закончилось. Вот так. И так будет удалить. Да, доложить. КОНЕЦ Знаете, прям идеально, если я сейчас смогу их утрамбовать, потому что вот как раз последний ряд не вмещается. Сейчас попробую. Все, тут влезло. Не бойтесь охлаждать яйцо. Ничего с ним не случится. Это кажется, что если вы открыли дверь, то у вас сейчас сразу все цыплята замерзнут. Нет. У вас вот... У меня сейчас сидит утка. А на улице вообще близко к нулю. И она спокойненько встает и спокойненько идет кушать. И купается. И потом еще ждет, пока немножко протряхнет. И ничего с уткой не происходит. Так что и тут с яйцом. Яйцо горячее, прям хорошенькое. На самом деле я бы уже и сейчас заметил зародыша. Особенно в беленьком яйце хорошо видно. Но все равно чуть-чуть подожду, пока... Пока зародыш будет хорошо видно. Потом... Ага, там гусиная. Гусиная нужно вообще на пятый день проверять. Но на четвертый тоже будет видно. Хочу очень... Прямо жду, не дождусь, пока... Пока пойму, есть ли зародыш, работает ли гусь или нет. Так что... Как-то так. Можно, конечно, сверху доливать, через лейку я достал лоток, чтобы он мне не мешал заложить яйцо. Так что... Вот. Сверху есть вот такая трубочка установлена. Вот. И через нее лейку вставляешь и наливаешь, сколько тебе нужно. Все. Сейчас, так как яйцо теплое, а пустоту в инкубаторе нагреет оно за секунду. Так что... Так что все будет в порядке. Ладно. Пошли зайдем в сарай. Посмотрите на этого обрамота. И ноги протянул. Смотрите. Ножки протянул, такой спарился довольный. Так. Ага, все. Видно, что я убирал. Не видно. Смыслом не в этом. Короче, я же уже сюда приходил. Уже на улице темно. И... Мне кажется, Пепа захотела замуж. Вы мне пишите, Пепу пустить. Кабана я закормил. Кабана я испортил тем, что зажирел хлопец. А еще я плохо сделал, что я ему дал кушать сегодня. Вот это надо было не делать. Он пузатый. Ему тяжело. Ему тяжело. Но я пускал, пускал овсянку к нему. И... Не могу его похвалить по поводу овсянки. Поэтому манку не буду больше пускать. Манку он покрыл хорошо. Это было видно. Одна ссадка была, вторая. То есть, как бы, все нормально. Манка точно покрыта. А овсянку она длиннее. Или она какая-то... Ну, как бы ведет себя что-ли не так. Я не знаю. Но она неудобно становится. А у него загончик маленький. И она становится... А он не может пристроиться к ней сзади. Потому что мало места. Понимаете? И... Я уже... Я уже пробовал его вместе с ней сюда вот посадил. Манку выгнал отсюда. А в чужом загоне он... Он вообще не обращает внимания на свинку. Он осматривается, обнюхивается, ложится, трется. Этот запах, чтобы загона ну вот под себя подмять. Ну и короче он ее покрыл овсянку. Но это длилось где-то минуту. То есть как бы это... Это очень мало. То есть это примерно 5 процентов ну 10 процентов от того, что нужно. То есть кабанчик на свинке должен такой, как вы написали, он что заснул. Вот он должен на свинке поспать минут 5. Хотя бы. Это хотя бы. А тут была минутка. Ну как бы я могу ее считать супоросной. Но мне кажется, что сейчас, когда я приду попозже, то манку я пускать не буду, а вот овсянку опять пущу к нему. И мы повторим. Так что, кто пишет... О-о-о, развалилась. Развалилась обормотина. Вот спокойненько уже все достают с кормушечки. Мне нравится. Гляньте, какая лепешечка улеглась. Мне кажется, в охоту пришла еще и эта красоточка. Ты замуж собралась, да? Или тебе только пожрать? Чтобы я могу налить, но надо ли оно тебе, толстуха? Вот. Полью по чуть-чуть, потому что я по 100 раз захожу, она по 100 раз орет, и я ей по 100 раз подливаю. Вот так. Мне кажется, что она тоже пришла в охоту. А может нет, может она просто ноет, что хочет пожрать. Еще ведро сыворотки. Вот. Ходил по яйцу и взял сыворотки. Ну вот так. Короче, там кто-то писал, что я раньше не хотел опоросы летом, свинкам тяжело. Жара так и есть. Кто помнит, летом у меня пропала свиноматка Чуня во время опороса. Прямо опоросы еще не начался. Была жара, и свинку как бы там писали дорезать. Нет. В общем, она пропала, мы ее закопали. Вот так. Но то были полные сараи свиней. Сейчас двое. Я их, можно летом их посадить в этот загон, где кролики сейчас, ну как бы это улица, там посвежее, поспокойней. Ну а если они будут здесь в сарае, то как бы два загона, а все на улицу пойдут и не думая, что будет жарко, им душно. Ну короче, будем что-то смотреть, не хочу пропускать. Будут опоросы летние. Вот так. И еще скорее всего, что Чуня пропала не так от жары, ну как бы от жары, да, но еще от своего веса. Кто помнит Чуню, Чуня перед опоросом весила около 200 килограмм. Даже Пепа рядом не стояла с Чуней. Вот представьте, вьетнамка размером с обычную свиноматку. Заяц, че не получается с этой? С овсяночкой, да? Вот такие вот дела. Адарка, ты че? Развалилась. Вот смотрите, как кушают с этой камушки. Еще еще и маленькие сюда лезут у всех. Получается, кто достает прям стоя, а кому приходится с ногами залазить, это не страшно. О, глянь, еще и бьется. Не пускает. Завис на свинке. Но, в общем, можно, наверное, завтра или послезавтра уже открутить кормушку ту деревянную и прикрутить точно такую вторую. Рядышком пусть будет. Много человек написало, что вот эту кормушку нужно перекрутить туда, и тогда они поменяют туалет. Нет, они по запаху туда ходят. Будет кормушка висеть, они будут есть и в нее же еще и гадить. Так что стараюсь оттуда их отучить, но у меня не получается. Ну, ладно. Мне кажется, когда их будет больше, они туда не будут вмещаться, они вот так будут расползаться, расползаться, расползаться в размере, как бы, и больше будут места занимать. И тот угол бросят в туалет ходить, потому что будут там спать. Так что вот так. Ладно, друзья, еще увидимся среди ночи, потому что приду, хочу еще овсянку разок повторить, кабану пустить. Возможно, даже ее оставлю у него на ночь. Это нормально, если он сделает всадку, он успокоится и будут они лежат отдыхать. Ну, как-то так. Ну, пока. Всем большое спасибо за просмотр. Мы увидимся ночью. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok